Время 4.30. Слушайте, я так рано не вставал вообще очень давно. Поэтому в 5 выезд ехать нам часов 5-6. Доброе утро. Да, ребятки, сегодня в выпуске будет даже Памуккале. Но основная наша задача это не посмотреть на Памуккале, а действительно решить ряд вопросов. Первое, конечно, нам предстоит осилить эту длинную дорогу из Анталии в Измир, пообщаться за интересные условия, посмотреть изнутри, как выглядит производство, определиться на моделях и сделать их обзор. И да, тему с караванами я вынашиваю уже очень давно в своей голове. Уже было даже несколько подсказок. И вот в том году мы все-таки решили запускаться, решили завозить караваны в Россию. И это одна из целей нашей нынешней поездки в Турцию. Мы посетили выставку, обязательно посмотрите. Определились действительно с поставщиком. Сделал я обзор на караван, который приобрели в том году специально для тест-драйва максимальной комплектации. И сейчас мы будем на фабрике выбивать самые лучшие условия для вас, для наших зрителей. И не только, чтобы популяризировать караванинг в России и популяризировать путешествия. Так что, ребяточки, с вас обязательная поддержка. Хотя бы в виде лайка, пишите комментарии, свои вопросы. Сделайте, пожалуйста, репост своей социальной сети, если вам не трудно. Ну и, конечно же, приятного просмотра. О, я пошел мусор выкидывать, а уже Димчик едет. О, сверкает. Пацаны, подожди, я тебе тоже мусор там. У тебя тоже есть? Да. А серьезно, мусор такой? Да. Давай, нагрузили. У нас есть одна небольшая проблема. Человек, который с нами в теме, и главный переводчик, он не берет трубку, поэтому мы прямо домой к нему сейчас едем его будить. Нам он очень нужен. У тебя или Д? Д, Д. Все, мы здесь, внизу же. Давай. Выходи. Доброе утро. Здорово. Привет. Извините, большое извините. Ой, кусус, да? Ой, кусус. Ну, я просто на 20 часов 4. Ну, мы поняли. Наверное, я еще сплю. Все, мы в сборе. И едем. У нас первая остановка где-то в горах. Идем опустошать баки серой воды. Снова тестируем автопилот в старее. Да, в чем мне здесь нравится, это может спокойно попить кофе, например, да, там, куда-то поднимутся за водой. Машина едет, сама рулит. Причем это, виляет дорога. Вот сейчас, подожди, смотри, поворот со знаком такой опасный. Сейчас, смотрите, как будем проходить. Маленько позброшу. Бля, страшно. Зашла, смотри. Да. Че мы делаем? А ты знаешь, такие грузики вешают на Теслу, чтобы она понимала, что ты руки держишь, и он как бы сколько угодно долго может ехать. Совершенно вот. На Теслу, да? Да, да, и вообще. Меня тут придремал. Ребята уже поели. Дима тут накрутил самодельные шавухи с замороженным мясом. Да? Пока ехали, растаяли. Обижаешь, я курицу замариновал, запек вчера. Я знал, что нам ехать на дорогу, и не хотел просто время терять на всякие остановки, кафе. Покормил нас снова. Да. Я, в общем, такой ответственный, всегда за еду. Нашинковал морковки, капусты, сделал начинки туда. И все заценичу. Класс. Нам осталось ехать? Да, тебе надо пристегнуть. Да, я знаю. И мне руки заняты просто. Покормил нас. Вы посмотрите, насколько я пунктуальный человек. За 400 километров я сказал, что приеду в 10, время без 3 минут, 10 нам ехать одну минуту, подъедем. Вот идеально. Ага, ну да. И это еще с тем условием, что кое-кто спал. На это был заложен часто. Я уже знаю просто. Борода туркине, да? Не, ну, кстати, хорошо, что я тоже встал. Я переживал за это. Так, ну все, считанные метры остались. И мы уже будем договариваться о самых крутых условиях для российских покупателей. Ну что, друзья мои, мы на месте. У нас есть несколько задач. Это, естественно, вот про цену я уже сказал по поводу выбить, значит, максимально классную цену. Узнать про все нюансы там с налогами. Ну и, конечно же, посмотреть самим, показать вам, как устроено производство. Здесь есть шоурум. Мы сейчас обязательно в каждый, значит, зайдем караван. Есть также у них а-ля премиальная история. Вот 520-й караван. Тоже посмотрим, что там будет внутри. Так же интересно, да? Попали на тот момент, где готовят к сдаче караван. Так, ну и так, вот все руководство. Дорога! Дорога! В общем, ребятки, давайте я хочу вам показать просто по моделям. Кто не посмотрел, значит, первый выпуск, как мы ездили на выставку, значит, и осмотрели других, значит, вот представителей, кто сделает здесь и изготавливает прицепы. Мы давно поняли, что вот эта компания, она прям самая кайфовая. Поэтому мы и хотим с ними начать сотрудничать для того, чтобы в Россию притаскивать эти караваны и уже популяризировать караванинговую тему в России. Файсал нам все прям это переводит. Да, или есть Европа другой закон. Они будут, может быть, пять вещей надо поменять. Сейчас разговариваем про тот момент, что в каждой стране есть свои законы по подвеске и даже про подножки. Вот он нам говорит, что в Европе, например, вот такие подножки запрещены. И они тем, кто в Европу, например, забирает караваны, вот эти, они делают специально под Европу. У нас основной вопрос был про подвеску, потому что такая, как здесь подвеска, мы вообще не поняли, что это за подвеска. Он говорит, вот мы будем ставить ваши караваны, подвеска, которая должна быть у вас по законам в России. То есть, как бы, видите, вот опять-таки, вот этот нюанс мы вообще не знали, если бы не смутил нас вопрос подвески, вот мы бы и не узнали. Привезли бы караван, а он по подвеске бы как-то не проходит. Ну, в общем, для нас будут делать нашу российскую подвеску. Все? В Турции? Все, все. Вот это. Амортизация надо добавлять. То есть, его нету, амортизация? Да, это вариант, можно добавлять. То есть, у тебя нету его? Получается, у меня нету. Ты маленький йог, даме? Нет, тебя нет. Видишь, в Турции, например, нету требований по амортизации. Надо экстра-апротфит не добавлять. Я понял. А, вот тут вот есть. А что там как-то вообще низко стоит? Вот, а здесь вот амортизаторы стоят. За подвеску мы все узнали. То есть, по умолчанию в Турции вообще никак это не требуется. Поэтому они как бы без, без вообще там, без всего. Мы на Россию будем обязательно ставить амортизацию. Вот как я показал, как стоит вот в премиальном. Будет четко. Кстати, еще такое отличие между старыми и новыми моделями. Здесь рундук стоит вот прям вот так. А в новых он встроенный. Вот они, видите, теперь как сделано по-современному. Вот он. Он, кстати, не такой большой, как тот. Но, по крайней мере, ничего здесь не болтается. Получается такая обтекаемая, да? Слушайте, ну вот, выглядят они прям круто. Согласны? Сверху полиэстер. Вот этот материал, он используется при постройке яхт. То есть, в принципе, они утеплены. Не просто там каркасы фанеры, нет. Мы ночевали же, вот самое холодное было, наверное, градусов. 2-3 градуса плюсов всего. И, конечно, если печку не включать, он остывает. То есть, на утро ты уже как бы там будет 15 градусов внутри. Но, если ты включаешь дуйку, то вообще проблем никаких не было. По срокам вот сейчас как раз. Видите, вот прям сразу онлайн, представляете, сразу онлайн все делаем. Выясняем по срокам. Сколько, вот, например, заказать? Вообще, он можно сдать до... Первый он можно дают 25 мая. А если мы хотим сказать 11 часов, он может в течение фитнес 20 дней один день. А, то есть, если одна штука, то 15-20 дней. Вообще, представляете, если вы там условно самостоятельных не придете, вот он говорит, да, во-первых, вы ничего не поймете, что вообще мы говорят. И смысл в том, что вот сейчас на данный момент у них до 20 мая вообще графиков нет. Для нас они будут делать, естественно, и срок изготовления 15-20 дней. Заходим мы сейчас в бокс. В принципе, здесь все в одном находится. Ребята трудятся. Работает команда. Здесь вот, пожалуйста, стекла установлены. Это то самое панорамное остекление. Каждый занят своим. Вот очень было важно, да, все этапы мы сейчас с вами посмотрим. Вот просто берется прицеп. Вот так вот выглядит голый прицеп. И сюда будут установлены амортизаторы. То есть, наши российские будут именно с амортизатором. В Турции, допустимо, подвеска вот такая. Просто балка и все. Трос. Естественно, все с тормозами. Все как бы в этом плане хорошо. Кстати, важный момент, смотрите. Сами прицепы Алка. Это немецкая фирма. Огромный плюс, кто в теме там караванов. То есть, полностью рама алкошная будет. Да, будут въезжать, мы чуть-чуть все равно будут начать. На России мы будем поставлять именно вот с такими шильдиками. В Турции они не нужны. А вот на Европу, на Россию вот такие шильдики обязательно. Вот. Либо кнот будет, либо вот та первая фирма, которая показала. Алка. Дальше создается вот этот тот каркас как раз из этого материала. Из которого, собственно, и делаются яхты. Используются металлический каркас. И вот как раз утеплитель прокладывается уже непосредственно на эти стыки. А дальше уже обшивается фанерой. Вот снизу вот тоже фанера. Все вырезается на станках, естественно, что не вручную. Такие вот аппаратуры. Вот такую вот, ребятки, мы возможность имеем сейчас приехать на производство и поснимать вот это все, как здесь все делают. Вот. Чифуется, да? Это получается уже предпоследняя стадия каравана. Но давайте дальше. С этим мы поняли. Идем сюда. Это вот рундук уже сделали. Дальше здесь уже устанавливаются... Ставятся метки. Прорезаются для стекол. И вот здесь ставят уже всю разводку. Вот так вот это все, ребята, происходит. Вот так, ну а дальше уже отправляется в следующий этап караван, когда все установлено, вся разводка, уже устанавливается. Вся мебель, баки и так далее. Работа кипит. И для вас, для вас караван будет изготавливаться тоже здесь. Это, кстати, сейчас они показывают бак для серой воды. Вот можно установить. Насколько? 100 литров, да, или меньше? Нет, здесь литров 50. 50. А, 20, да. Такой маленький себе. Вот финишная, видите, уже начинается история. Дополнительно промазывают уже герметиком. Здесь уже установлена вся электроника. Все подключено. То есть отсюда уже все выкатывается караван. Его моют. Их прицепил и поехал. Здесь, пожалуйста, фанеры, линолеумы, каркасы. Вот они здесь же и варятся. Чтобы все устанавливать. Сами прицепы. Все это собираются. По сути, вообще, просто ручная работа на самом деле. Ну, немножечко станков. Вот. В премиалке. А вот это? Они вот, мы говорим, с трапор, да? Да. Вот это только. А, без вот этого. Да. В общем, вот предыдущий кадр. Это то, что установлено вот прям в премиальном, вот этим пятиметровом. А в обычном установлен... Вот он. Мы как раз в следующий цех пришли. Вот. Вот установлена вот такая вот бадья. Ну, как утеплитель он используется. Мы сейчас находимся в цеху, где они, собственно, делают сам корпус. Вот. Сам моноблок, то есть вот вся конструкция элитая. Вот, пожалуйста, вот так это выглядит. Это шаблон, куда они отливают. Но-но-но-но-но. Со всех сторон, видишь, шаблон? Ну. И вон он уже, походу, сохнет. Вот, видите? Вот так, как это выглядит. Смотрим сейчас с вами, как это все выглядит изнутри. И кто, как не мы, можем вам такое показать, чтобы вы могли полностью видеть, как вообще устроена, да, работа, как работает производственный цехал караванов, которые вы сможете себе приобретать и путешествовать просто с кайфом. Вот, пожалуйста, сохнет, лежит. Ой, здесь можно надышаться. Это бок. Вот получается, вот это вот, вот это вот это, это вот целый караван. Сели мы за стол переговоров. Сейчас будем решать очень важные, на самом деле, вопросы. Вот, решаем. Пока сидели, общались, здесь пригнали второй уже караван. Вот под сдачу все, здесь уже прям идут финишные работы. Этот вот передвинули. Вот так они отдаются. Сейчас отправляемся на обед. Так сказать, закрепить обедом наши партнерские отношения, ребятки. Да, я тоже добавлю. У турков это вообще нормальная история, когда они приглашают тебя пообедать. Это вот, я первый раз, когда приехал в Турцию, арендовал квартиру, снял, и они мне повели в ресторан. Понимаешь? И я сначала испугался, думаю, что они меня повели. Ну, у нас такого нету, да? То есть, поехали, поехали. И мы приехали в ресторан, они накрыли там поляну, такой стол. То есть, просто квартиру снял, представляешь? Я понял. Теперь ты этот обед до сих пор отрабатываешь? Да, да. Можно сказать так. Ладно, поехали, чтобы потом было что отрабатывать. Привезли нас вот в такой кафе. Здесь что-то нам сказали. Сейчас будет у нас на дровах. Что будет? Котлетки, кёфта. Ну, типа люля-ки-ва. Походу. Смотрите, как прекрасно. Смотри, с печи прям делали. Ну, ну, ну. Так вот, Файсал рассказывает. В общем, суп подается вот с таким йогуртом, который не такой даже, как в магазине. Слова. Сказали, что это йогурт манда. Это манда. Понял. Окей, пробуем. Нормальная манда. Супец куриный. Файсал, а что сейчас принесут, что есть только здесь? Кёфте. Кёфте. Да, называется Одинкёфте. Это специально это город. Везде Турция, только здесь они делишь. Это кёфте на... А мы в каком городе? Древе, да, называется? Салехли. Салехли, да. В общем, все, нам приятного аппетита. Будем отогреваться. Вообще, ага. Не, ну, Диман хоть шалухой подогрел. На самом деле, да, не очень голодный, но... Нет, надо попробовать. Все нужно попробовать. Ну, а вот это то самое мясо, которое только здесь. А из чего это? Баранина? Кузы, да, мя? Кузы, да. Кузы, да, баранина. А, да, да, да. Прикольно. Ну, да. Интересно, да? Мы после обеда вернулись снова на производство. В Димин караван нужно взять сетку для душа. И нам нужно, ну, короче, так сказать, подписать пару своих нюансов, бумаг. О определенных договоренностях. Сейчас мы чуть позже про них расскажем. Посидели в офисе, пожали руки. Все, что нужно, так сказать, договорились. И пока здесь тусуемся, вот приехали за караваном счастливые новые обладатели. Вот мы приехали, вот только готовили, да, чтобы передать. А теперь вот люди забирают, смотрят. Такой же, как у тебя, да? Нет, это Родос, да? А, Юка. Чуть другой, да? Да. В общем, ну так вот. Так что, ребятки, каждый, кто смотрит, вы можете тоже приобретать смело. Уже нам писать, и мы вам пригоним караванчик в Россию. А потом еще и кемпинги откроем, и, собственно, будем популяризировать вот эту историю. Да, Дима? Ну, разогнался ты. Давай сначала с малого начнем. Нормально-номально. Да, не дай, естественно. О, шторка новая. Соответственно, мы сейчас посмотрим первые три модели. Вы можете вот их прям сразу запоминать. Фитих 410, премиум Лерос тоже 410, 410 это длина. И еще Фитих 410 просто так, в другой комплектации. Да, чуть в другой комплектации. Итак, давайте начнем. Сейчас еще пройдемся, что входит. Мы, скорее всего, сейчас будем договариваться о трех комплектациях. Например, базовая комплектация, какая-то средняя комплектация и прям премиальная комплектация. Вот, например, как Дима себе брал караван, тоже этот выпуск обязательно посмотрите. То есть, где прям полный-полный фарш. Так, давайте, погнали. Здесь на входе холодильник. Смотрите, вот комплектация, да? Сетка москитная, дверь, пожалуйста. Вот так это все выглядит с окном. Далее. У нас здесь сразу полочка продолжения столешницы. Здесь стоит раковина, ящички. Здесь также вот очень классно, что они разделяют туалет и душевую кабину, поддон. Здесь черная сантехника, пожалуйста, душевая лейка. Далее у нас здесь туалет. Вот, пожалуйста, есть окно. Здесь перегородка, вот такая. И здесь, соответственно, тоже шторка, чтобы вода никуда не затекала. Дверь с зеркалом. Телевизор. Здесь розеточки, подсветочки. Так. Очень много ниш шкафчиков, да, собственно. Здесь также остекление. Здесь и наверху. Вот панорамная крыша. Вот, что здорово. То же самое. Все закрывается. На ночь полный блэкаут. Вот, окна здесь открываются. Два вида шторок. Москитка и обычная. Здесь стол поднимается. Делается либо вот кухонная зона, либо большая кровать. И аналогично здесь. Вот. Ну и здесь уже непосредственно сама кухня. Газовая плитка. Вот у Димы, если помните, здесь, например, стоит посудомойка. А здесь вот просто ящики. Вот. Вот, пожалуйста. Вот это все из фанеры. USBшки повсюду. Можно сделать USB-T-C. Как, например, у Димана в караване. Ну и здесь, по крайней мере, вот USB. Так, давайте дальше для сравнения сразу пройдем. Вот, который напротив, FITIC 410. Чуть другая у него планировка. Вот, здесь уже планировка. Цвет, кстати, здесь поинтереснее, ну лично для меня. Но здесь вот именно планировка с двухъярусной кроватью. Вот нам, например, это кайф. Вот она опускается. Ставится лестница. Шикс. И здесь тоже самое получается кровать односпальная. И здесь уже двуспальная кровать. Ну и ящиков, естественно, тоже много. Но вот здесь они уже будут отсутствовать. Но зато есть двухъярусная кровать. Вентилятор. И две скорости. Вот. Можно, конечно, дополнительно устанавливать кондиционер, что, например, вот в люксовой комплектации точно будет. Так. Вот, пожалуйста, душ. Так. Здесь все то же самое. Ставительница красивая. Здесь раковина. Вот, фонарики. Все это дело, все имеется. Третья. Планировка. Смотрите. Здесь, значит, у нас также есть кровать. Здесь кухня. И здесь кровать. То есть, по сути, вот такая вот история. Это, мне кажется, для двух людей. Чтобы, например, не раскладывать здесь кухонную зону. Здесь у вас спальня. Никаких перегородок, ничего. И такая, получается, действительно комнатка. Но здесь у вас не будет перегородок между туалетом и душем. Здесь будет вот общая зона. Но тоже неплохо. И раковина, кстати, прямо здесь же. Такой светильник. Естественно, вот блоки управления. Так, тут пока идут переговоры, пока я для вас снимаю. Так, ну вот это уже прям такой премиальный караван. Дверь делится на две, да, видели? И пойдемте смотреть, что здесь по планировке. Здесь уже кухонная зона, понятное дело, да, побольше. Посмотрите, как все красиво и гармонично смотрится. Здесь большой шкаф. Стильный черный холодильник. Классный. Вот телевизор. Ну, шкафы, понятно. Шторки. Здесь, видите, здесь нет вот этой крыши панорамной. Но здесь есть люк. Здесь достаточно большое окно, полочки. Все очень красиво, уютно. Далее здесь кухонная зона, кухонный блок. Естественно, с продолжением столешницы. Здесь пульты управления кондиционером. Так, здесь дальше управление различной системой. Вот здесь стоит кондиционер. Собственно, в принципе, его можно установить в любой караван. Здесь, значит, стоит духовка. Смотрите, какая маленькая. Я вообще в первый раз сам такую вижу. Вот, то есть, все это можно установить и духовке, и посудомойке. Это все можно. Раковина и кровать. И дальше давайте пройдем, значит, в душевую. Но здесь вот опять-таки, да, здесь нераздельная душевая кабина. Вот, казалось бы, в маленьких раздельная. Вот такой вот туалет. Кассета вытаскивается снаружи. И также здесь вот есть шкафчики. Вот, все достаточно так плотно держится. Вот смеситель и лейка. Здесь все, естественно, отапливается. Газовые котлы и отопление. Вот, так все это дело работает. Вот такой вот премиальный 5-метровый караван. Вот эти вот модели. Savas 380, Rodas 400. Это линейка эконом-класса. Такие цветастые, прикольные. Кстати, у них есть рундук. В общем, я пока для вас снимаю. Мы, видите, сразу ведем переговоры. Договариваемся. Так, давайте, смотрите, заходим. Здесь двухъярусная кровать. Здесь потолки сразу вот прям вот пониже. Прям ощутимо. Но мне здесь очень нравится у них вот это вот панорамное стекление, вот как у Димы, да? Вот, пожалуйста, диван. Все тоже раскладывается. Здесь, значит, двухъярусная кровать. Здесь тоже можно сделать нижний ярус, чтобы превращался вот в столик, и это поднималось. То есть это вот прям такие модели на минималках. Понятное дело, холодильник. И здесь у нас, значит, вот, пожалуйста, туалет с душевой кабиной. Здесь вот тоже, как лейка. Вот лейка просто вытаскивается. Здесь могут быть какие-то потертости, да? Вот, например, резинка отошла. Должны вы понимать, кто смотрит. Это выставочный образец. Они постоянно стоят, их юзают, топчутся и так далее. А, мне показал кухонный модуль. Вот, вот здесь вот не хватает, конечно, окошка. Так, двигаемся дальше. Идем в следующий караван. Это уже 400. Так, здесь тоже спальная, значит, двухъярусная кровать. Здесь можно, чтобы она раскладывалась, тоже дополнительно сделать, и чтобы второй ярус, значит, поднимался. Здесь все то же самое. Значит, кухонная зона, диван, сам модуль кухонный. Здесь шкафчики огромное количество. Здесь вот эти полочки. Холодильник здесь, видите, стоит вот уже наверху. Ну, так, а здесь вот у нас шкаф. Так, петельки, шик, понятно. И здесь душевая кабина. И здесь она тоже нераздельная. Мне, конечно, нравится, когда все-таки раздельная. Ну, и здесь вот аналогично вытаскивается клейка. Здесь снаружи, как и у любого, да, эти ящики, здесь, там, вот все открывается. Вот большое пространство. Ну, и все по поводу самого прицепа, я думаю, понятно. Если есть вопросы конкретно по поводу модели, которую я вам показал, то, конечно, пишите в комментариях, задавайте все вопросы, либо пишите уже по нашим контактам. Вообще, коль мы оказались возле Измира, я Диме говорю, давай до Эгейского моря доедем, Измир посмотрим. Но понял, что это далеко. Но здесь есть замечательная достопримечательность Памукале. Я там не был, Файсал там не был, поэтому мы поедем туда. Дима будет нашим экскурсоводом, где Дима там был. Два раза. Два раза. Узнаем сейчас по цене, сколько кто зайти, но вроде как прилично стоит, поэтому таможено где-то рядышком. Три раза я там был, еще в 20-м году. А-а-а. Тебе там что, медом намазано? Мне очень нравится это место. А, серьезно? Да, и на самом деле это уникальный объект. Это было одно из мест, которые мы в мире хотели посетить. То есть не так много мест таких вот необычных, да. И вот это было одно из них. Мы это сделали и очень рады. Поэтому сейчас тоже посетим. Так, добро пожаловать в Памукале. Вот она уже, красавица, гора эта. Сейчас пойдем посмотрим, что она из себя представляет. Походим по этим ваннам. Вообще посмотрим, сколько стоит вход. Вообще надо это сказать, что my name is bloggers. Пустите меня так. Смотри, какая очередь на вход. Обалдеть. Здесь, кстати, возле Памукале, вот эта вот парковка платная. 30, 40 и 50 зависит от машины. Так, не знаю, в парк пока не пошли. Хотим попробовать зайти. Но смысл в том, то, что здесь вода ледяная. Я наслышан про это. И я не знаю, стоит ли вообще идти. Путь не близкий. Вот смотрите, вот отсюда и вон туда, вот вверх, в эти ванны. 6. Мы прошли, идем с Пайсалом. Дима там остался. Ну, а Дима здесь же был. А вот мы еще свои ноги... Три раза были. Три раза, да. А вот мы еще свои ноги не отмораживали. В общем, посмотрим, каково это. Слушайте, ну здесь, конечно, безумная красота. Ничего подобного не видели. Еще такая погода, видите, с тучками. Да. Вот парк. Как смотрится здесь, вот есть бассейны. можно покупаться, но сейчас они не функционируют. И еще есть вот этот вот аквапарк. Это кемпинг. Видите, вот можно приехать сюда в кемпинге, остановиться. Правда, цены, не знаю, очень красиво. Мы уже дошли до места, где нужно снимать обувь. Сейчас будем расставаться с обувью, потом нести ее вот так. Не знаю, холодно, не холодно. Ну, смотрится прикольно, да? А вон вода, кстати. Потом можно ноги еще помыть. Ладно, раздеваемся, идем. Вот, табличка в ботинках нельзя. Ну, не сильно, кстати, оно холодное. Ты готов? Да. ух, но пока дойдем, нас точно взбодрит неплохо. Что, холодное? Да. Дай. так холодное, но тут холодное. Нормальное, слушай, нет. Я не скажу, что прям, ой, ну, очень красиво. Реально, я ничего лучшего вообще не видел. Сюда действительно должен приехать каждый. Вообще, офигенно. Вот это, да, еще нам с погодой, вот слушайте, с погодой реально повезло, потому что тучи вот на этом таком белом, ха, белом фоне, туча на белом фоне, либо белый фон на тучах, в общем, не знаю. Все, дальше мы будем двигаться уже по воде. А, ну, либо можно, в принципе, обойти, но я все-таки думаю, что нужно двигаться по воде. Вот они, бассейны. Ну, вот это высохший бассейн, там он еще бассейн. Собственно, вот можно ходить, ходить, ходить. Офигенно. Ну вот, здесь можно вот так вот наступить прям в воду и походить по воде. Кстати, она вообще не холодная. Ой. Достаточно, кстати, теплая. Не, вообще теплая, попробуй. Можно прям по ней пройтись. Что, быть здесь и не походить? Можно это, искупаться, нырнуть. Я бы нырнул, но мне кажется, здесь нельзя это делать. А? Как вам? Кто был здесь? Пишите. Вот я здесь первый раз. Вот Файсал тоже первый раз. Я первый раз. Я турист. Турист. Я местный турист. Местный турист, да. Вот так вот. О, там вот что-то прям, ой, слушайте, здесь прям проваливаешься в эту звездку какую-то. О, смотрите. смотри. Где уже топли, да. Ну, прям известь какая-то. Ну, прикольно, прикольно, конечно, ощущаю. что-то не будет. Вот так вот. Вот так вот. Вот так вот. нужно вот если прям путешествовать то лучше всего это делать вот вне сезон когда очень мало туристов вот ну серьезного смотрите ну вот вот да в принципе можно сказать что людей много но это не так много как бывает здесь и летом здесь и летом ну реально творится от не сфотографироваться нифига а мы вон и фотографии сделали и гуляем вот так вот свободно ну реально класс вот мы идем и обсуждаем такую историю что вот кажется что ты будешь идти по вот этой вот белой штуковине и будешь скользить а нет я ноги как я не знаю как резина самая лучшая автомобильная с асфальтом и топ и вода теплая но я вот переживал что мы будем идти по холодной многие-то говорят что вода ледяная нифига подобного вообще реально ноги прям греются теплее чем в кроссовках вот и представьте да сейчас не сезон и вот если вдаль смотреть смотрите как много людей но это на самом деле немного летом здесь просто трындец и вся вот весь эффект тут по муккале теряется сразу же словно оказался на вершине какой-то снежной горы посреди лета примерно что-то такое только тепло дальше наверху вообще конечно людей просто тьма вот тут на вершине нашли бассейн вот эти кстати бассейны они полностью пустые со 303 очень скользко вот вы вот здесь вот сделали фото здесь открываются виды вот на все вот эти вот бассейны ну и по сути то и все дальше наверх конечно можно идти там очень много людей именно поэтому решили пойти посмотреть а чё там такое то чем там намазано свет воды топ кстати вот многие люди ложатся здесь купаются ну конечно здесь фоточки могут получиться просто вау то он их огромное огромное количество бассейна здесь старинный город вообще здесь на самом деле нужно приезжать на машине вон этих бассейнов просто тьма на машине целый день здесь тратить здесь же ночевать гулять по парку осматривать все окрестности но мы здесь вот чисто проездом по работе здесь прекрасное кафе под соснами можно перекусить вас класс класс а вот к этим бассейнам уже вход закрыт туда нельзя пройти никак вид сверху открывается крутой ну что друзья мои как вам по муколе кто здесь был летом пишите как вам встановка сейчас на сезон и летом для сравнения ну а мы отправляемся дальше на маршрут нам ехать еще очень долго слушайте вот файсала не представил вообще сейчас спасал расскажет чем он занимается и чем он может быть полезен для вас кто приезжает в анталию в кемер рассказывай побыстрее массаж трансфер аэропорт машин ренды все мы сделаем быстро телепортируемся в наш прекрасный комплекс где мы сейчас живем по поводу аренда нашу машину я вам уже показывал которую мы снимаем у файсала но файсал теперь расширяет парки для вас на этот сезон купил новую какого года новая до 24 смотрите это прекрасное рено так что здесь есть в машине автомат до суде есть закли сама закрывает машины сама выключите ключи закрывает короче комплектация лютая бомба так сразу вам покажу так у тебя еще будут машины скоро скоро в этом сезоне то конечно то есть вместе сейчас короче автопарк на минималка она будет трансфер когда будешь на вите делать я по в общем при аренде получаете абсолютно новую машину с пробегом 352 километра всего здесь мультимедиа посмотрите все в пленочке все красиво слушайте ну рено ну классно сделали я вам скажу сидушки какие о прям как у вольво смотрите что сзади вот сзади все что есть пойдемте вам покажу багажник о слуш какое углубление ничего себе запаска все и есть все новенькие ну в общем кто знает что такое новенькое поймете вот такая вот машина по ценам индивидуально зависит от срока писать тебе на ватсап да в общем можешь встретить перевести заселить в спа-центр отвезти машину передать все все у тебя да это свой человек в кемере который вот эти услуги все предоставляет это его бизнес и и можете обращаться смело к нему контакт в описании твой оставим вот и если будет говорить от нас скидочку спится конечно да 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 в общем ребятки сохранять и возможно прийти не в этом году в следующем файсал здесь на местности что это свой человек вы понимаете мы караваны вместе будем делать поэтому однозначно контакт себе в телефонную книжечку а мы едем дальше 30 евро это так-то нехило вот так семьей прикиньте перейти из пяти человек 150 евро отстегнуть за вот эту историю точнее нет побольше ты же захочешь пойти в этот музей разрушенный вот это сохранившиеся остатки города старинного погулять на уж но теперь после всех путешествий которые сегодня с нами произошли подводим наверное финишную такую черту и доводим до вас что теперь вы можете через нас заказать себе караван в лучшей компании турецкой кто собственно изготовляет эти караваны мы самое важное что мы сделали это то что мы будем официальными представителями дилерами на российском рынке и будем возить сейчас конечно пока мы начнем вы можете быть первыми соответственно это по самым лучшим ценам это естественно самые первые покупатели потом когда возможно у нас ближайшее время появится и шуврумы сейчас пока это будет вот такая история под заказ дальше больше и лучше но сейчас также есть возможность приехать и пощупать есть один караван в кемере вы можете приехать на отдых заодно и посмотреть этот караван заказать и мы вам его уже пригоним растаможим и уже в россии его заберете следующий момент вы можете приехать в турцию например на отдых сюда с машины если у вас есть фаркоп вы его сразу же можете здесь себе приобрести прицепить здесь же попутешествовать обратно уехать в россию дальше в россии мы вам самостоятельно его растаможим чтобы в этих процессах не участвовали и я хочу добавить что это путешествие на караване по турции будет оправдана и гораздо гораздо дешевле стоит чем например ездить по отелям например да снимание же питаться в кафе ресторанах на сегодняшний день и так то дешево стоит и как можно два зайца убить сделать себе длинный хороший отдых с караваном прикупить его и угнать перегнать в россию да ну а там уже беспроблемно все растаможим водим да и растаможим на границу а ваша задача уже поставить и просто будет на учет все и наслаждаться путешествиями чаще приезжать в турцию на своем караване а здесь кемпинговая история развита ну знаете кто смотрит наши выпуски но собственно такое путешествие у нас сегодня получилось другой конец до турции продуктивная считаю поэтому ребятки вступайте в наши ряды дикого такого классного отдыха контакты и оставляю в описании пишите накидаем комплектации ссылки цены пообщаемся уже отдельно в чате на эту тему и будем развивать культуру караванинга дама турции и в россии в турции будем развивать русскоязычное а кстати да если вы например смотрите нас из турции давно здесь живете и вы хотите тоже приобрести караван вы также это можете сделать через нас правильно мы его даже сможем пригнать если вы например в алании в анталии живете мы вам его пригодим без проблем все ребятки контакты там мы отправляемся домой ехать нам три с половиной часа почти пока это жизнь пока пока Продолжение следует...